Южная Африка погрузилась в недельный траур. На 91-м году жизни скончался Дезмон Туту, борец с апартеидом, моральный компас, примиривший враждующие стороны в ЮАР, защитник ЛГБТ-общины по всему миру, борец за мир и права человека во всём мире. Президент Южной Африки посетил семью Нобелевского лауреата в Кейптауне. Это печальный день, но вместе с тем время со светлой радостью отдать дань памяти жизни, которая была прожита правильно, жизни гигантской по своему значению, которая затронула несколько эпох в истории нашей страны. Архиепископ Туту вёл миллионы наших людей на борьбу против апартеида и, когда апартеид был побеждён, возглавил процесс примирения. После окончания режима апартеида в 1994 году Дезмон Туту посвятил себя делу защиты угнетаемых по всему миру. В частности, Туту отмечал, что дискриминация ЛГБТ-общины подобна дискриминации чернокожего населения мира и дискриминации женщин. «Если Бог, как утверждают некоторые, гомофоб, то я бы не стал молиться такому Богу». Заявил Туту, протестуя против попыток наступления англиканской церкви, к которой он принадлежал, на права ЛГБТ. Сегодня ЮАР – единственная страна на африканском континенте, где однополым парам разрешено вступать в брак. Что Дезмон Туту неукоснительно выполнял всю свою жизнь, так это твердо придерживался идеалов абсолютной любви, абсолютного принятия и абсолютной доброты. И неважно, кто вы, какого вы пола, расы и какой у вас банковский счет. Он искренне продвигал идею любви и принятия каждого человека. И это один из уроков Туту, который мы должны помнить и после его ухода. «Я работаю в медицинской индустрии, и, как всем известно, в ЮАР – настоящая эпидемия ВИЧ. Но благодаря Туту и Манделе и другим нашим лидерам антиретровирусная терапия была доставлена в ЮАР бесплатно. Я глубоко благодарен Туту за это и всегда буду любить его, как и вся община ЛГБТ». Дезмон Туту также выступал в защиту палестинцев, сравнивая то, как к ним относится государство Израиль с апартеидом. При этом он также подчеркивал, что Израиль имеет право на существование. В последние два десятилетия Туту стремился убедить мировых лидеров лучше заботиться о планете. Так, в частности, он лично просил президента США Барака Обаму отказаться от реализации проекта нефтепровода Keystone XL, который бы поставлял нефть из Канады. На сегодняшний день проект заморожен. «Мы воевали с апартеидом, теперь изменение климата – наш общий глобальный враг», – отмечал Дезмон Туту. Мировые лидеры почтили память архиепископа. Индийский премьер Нариндра Моди написал в Твиттере, что архиепископ Туту был «путеводным светом для бесчётного числа людей по всему миру». Его особое внимание к человеческому достоинству и равноправию вошло в историю. Друг Туту – Далай-Лама – выразил соболезнования Южной Африки и всем, кто скорбит с этой страной. Президент США Джо Байден в Твиттере написал, что мир, цитата, «потерял истинного слугу Бога и народа». Память Дезмонда Туту почтили президенты США Барак Обама, Джимми Картер и Билл Клинтон. Похороны южноафриканского духовного лидера состоятся 1 января 2022 года. До погребальной мессы колокола главного англиканского собора Кейптауна, где Туту был настоятелем, будут звонить каждый день в полдень. Дело Дезмонда Туту будет продолжено фондом его имени. Ева Болдина, Сергей Соколов. Настоящее время Америка. Вашингтон.